Это сейчас в подъездах дома номер 52 во втором квартале поселка Мехзавод чисто, а еще недавно здесь проводили дезинфекцию в лучшем случае через день. Жители обратились к главе города Елене Лапушкиной, и она приехала посмотреть, как коммунальщики исправляют свои недоработки. Ну вот хоть нас не подводите. Каждый день надо, все входные группы, каждый день, все контактные поверхности, а убирать с подъезда, конечно, раз в неделю. Все, как поставить задачи, как работать. Такие же жалобы поступали главе и от жителей первого квартала Мехзавода. Елена Лапушкина заглянула и в эти дома. Представители управляющей компании уверяют, как только ввели режим самоизоляции во всех своих домах, стали чаще проводить влажную уборку, а первые этажи ежедневно дезинфицируют. Первые три этажа моются ежедневно, включая выключатели, или почтовые ящички, входная дверь, кнопки лифта. Это моется у нас каждый день. Уборка влажной подметания идет раз в неделю. Раз в месяц у нас полностью помывка. Это по всем домам? Это по всем домам. Глава Самары Елена Лапушкина проверила еще несколько адресов в Красноглинском и Кировском районах города, откуда поступали жалобы жителей на некачественную уборку и дезинфекцию подъездов или вовсе их отсутствие. Глава города напомнила руководителям управляющих компаний, что от этой работы зависит здоровье всех горожан. Ситуация исправляется. Я видела своими глазами, что подъезды достаточно чистые. Я видела людей, которые занимаются дезинфекцией в подъездах. Я надеюсь, что вот то правило, которое мы завели, будет в дальнейшем соблюдаться. Но есть и добросовестные коммунальщики. Так, в домах на улице Майской уже давно выполняют качественную уборку. Жители отмечают, что в подъездах всегда чисто. У нас в подъезде все время чисто. С самого начала, как мы заехали, моют с хлоркой. По-моему, до сих пор запах стоит. Я вот шла по ступенькам, и там даже запах стоит не на лифте. Я спускалась. Чисто у нас очень. Управляющая компания дезинфицирует не только подъезды, но и детские площадки. Директор обслуживающей организации говорит, что эту несложную работу будут продолжать и после пандемии. Занимаемся дезинфекцией. В дальнейшем, наверное, планируем периодически после всех этих событий также продолжать дезинфекцию. В принципе, средство-то недорогое на самом деле. И раз в месяц сделать дезинфекцию детской площадки. Кроме того, во время объезда глава Самары посмотрела, как в Красноглинском и Кировском районах приводят в порядок дороги и общественные пространства в рамках месячника по благоустройству. Как отметила Елена Лапушкина, на улице в достаточное количество людей и техники. Но, тем не менее, на некоторых адресах у городских властей есть замечания коммунальщикам. Завершить все работы по уборке города после зимы должны к 1 мая. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.